Арестовали Николая Власика 16 декабря 1952 года. Во время ареста он произнес пророческую фразу «Не будет меня, не будет Сталина». И оказался правым. Странная смерть Сталина наступила через два с половиной месяца. В ту роковую ночь 1 марта 1953 года главную роль сыграло загадочное поведение Лаврентия Берия. Удар со Сталином случился утром 1 марта. Он упал в малой столовой и 10 часов пролежал на полу без какой-либо помощи, потому что сам до этого запретил охране входить на его половину без вызова. Обнаружили его лишь в 10 часов вечера, когда на ближнюю приехала фельдсвязь. Первым, кому бросила звонить охрана, был глава МГБ Игнатьев. А на дачу через два часа приехали Берия и Маленков. И приказали охране не беспокоить спящего вождя до 7 утра 2 марта. Хотя все говорило о том, что у Сталина инсульт. То есть без медицинской помощи Сталин пролежал почти сутки. Потом, стоя на мавзолее, Берия признается Молотову. Это я его убрал. Похоже, он знал, что говорил. Власик во время всех этих событий находился в одиночной камере Бутырской тюрьмы. Пытали его изощренно. За следствием надзирал лично Лаврентий Берия. Лаврентий Берия. Товарищ полковник, старший лейтенант Ясин по вашему приказанию прибыл. Как он? Прикажете СМИ пластинку? Ну, эту. Да, все, понял, понял. Сколько играть-то уже? Сутки уже. Многовато. Как бы он не того. Да он нас с вами переживет. Здорово, чувак. Как скажешь. Тогда еще часок, а потом поговорим. Свободен. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ловко ты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алеша, коты тебя не берут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Толстой, хмурое утро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не читала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я успялся перечитать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мечтавший исправить свет злодеяниями и блюсти законы беззакониям. Так это Шиллер, Иосиф Иссоренович. А, именно. Именно, Шиллер. Помнишь, как ты Амалию изображала? Давно это было. А я помню. Всё до мельчайших деталей. Я даже помню, какое на тебе платье было. Товарищ господин Толстой, мой рассказ о вашем спектакле свой роман втиснул. У него красноармейцы ставят пьесу «Разбуйники» во время Гражданской войны. Красиво получилось. Не подкопаешь? Вся калыка в строку. Молодец, Алексей Николаевич. Валя, я не пойму, это что? Варенье. С нашей базы. А сливовое, кизиловое, вишнёвое, персиковое. Скажи, а у тебя своего домашнего не осталось? Помнишь, ты сама варила из дачной Антоновки? Осталось. Принеси, а это всё убери. Так это ж не магазинный, Иосиф Иссарионович. Это ж с нашей базы, с Варсоновицкого переулка. Ну, та, что с лаборатории ещё Власик устраивал. Валентина Васильевна! Куриного бульона приготовь. Выбери курицу и сама ее свари. Книгу дай. Иди. Замерз? На, погорись. Да, видок у тебя. Ну да, как говорится, с лица ничего не пить. Рассказывай, кому из своих собутыльников ты государственные тайны выбалтывал. Чего я сейчас не пойму? Не понимаешь, да твой же приятель, художник Стэнберг, показал. И как вы выпивали вместе, и как ты молодил, как радио, и про товарища Сталина, и про товарища Берию. Я действительно часто употреблял спиртную с приятелем и с художником Стэнбергом. Ну, все это происходило за счет моего здоровья и свободное ослужимое время. Никогда никому я не говорил о своей работе и государственных тайнах. Чего, идиот, что ли? Нет. Ты не идиот. Ты враг. Ты врачей-убийц покрывал. Ты народные средства разбазаривал. Ты своих дружков на теплые места устраивал. Мы все про тебя знаем. Как ты товарища Берию хотел убить. И как на товарища Маленкова материал собирал. На меня смотри, гнида. Глаза сюда. И как с Поскребышева и прочими жидами вступил в заговор против нашего советского здравоохранения. И самого товарища Сталина. Сука. Если вы это все знаете, хрена меня расспрашивать. Не хочешь по-хорошему. Будет по-плохому. Надюша, ну зачем так стучишь? Мама, я полчаса под дверью бьюсь. Уже волноваться начала. Что волноваться? Что со мной будет? Забыла, как в прошлом месяце сознание на улице теряла. Да все, я помню. Ты кушать будешь? Там селедочка с луком, картошкой, как папа любит. Да, буду. Я поживу у тебя. Я ушла от мужа. Он сам меня об этом попросил. Его карьера под угрозой. А еще, меня уволили с кафедры. Так что я теперь безмужняя и безработная. Тебе-то все это за что? А что тебя удивляет? Так поступают со всеми, кто причастен к врагам народа. Это твой отец враг народа? Ты что говоришь такое, Надя? Да, они сказали, что если на собрании кафедры я публично откажусь от папы, оставят на пол ставки. Но я сказала нет. А если мы этого фраера научим Родину любить, то и чуфирком, и табачком, и всем остальным до конца срока будем обеспечены. Заходим. Смотри, какая цица к нам пожаловала. Садись, мужики, мне терять нечего. Полковник Глушко, здравия желаетого. Так точно. Перевели к уголовникам. Никак нет. Пока нет. Не беспокойтесь, товарищ. Это наши самые ценные кадры. Они свое дело знают. К утру будет, как шелковые. Вас понял. В случае, если не расколется, применить крайнюю меру. Так точно, товарищ генерал. Есть. – Томка! – Томка! Томка! Братан мой. Ребята, это ж Томка. Томка, Артем Сергеев, братан мой, назовый. Томка, проходим, проходим, проходим. Том, Том, бери чемодан, пойдем с нами. Давайте, давайте. Давай, проходи. Даже не думай. А тут что? Будешь делать, что скажу, если жить хочешь. Пастух, а че он борзый такой, а? Не знаю, дикий. Может где-то пирог лечет. Проверь, пожалуйста. Режь его, сука, режь! Режь его, сука, режь его, сука. Почти, начальник, начальник! Давай сюда, открывай! Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Так, Васька, Васька. Красавцы мои хорошие! Ой, на рассвете у меня поезд. Так что, прощай, Москва. Здорово, Сибирь. Повезет тебе. Так давай со мной. Куда? А хоккеист мой, футболист, плавчик, гимнасток. Эй, куда? Сибирь возьму? Тонг, я ж лучших набрал в стране. Это тебе что, чужая слова так голову вскружилась, что ли? О-о-о, знакомые слова. Папа. Папа. Пап, ты здесь, что ли? Пап! Пап, ну вы где? Пап, выходь! А! Пап! А папа моего тут нет? Здраво! Папа, ты где спрятался вы? Папа, выходи! При чем тут отец, Вась? Просто мы любим с ним тебя одинаково, понимаешь? Успокоимся о тебе. Не безразличен ты нам. Губишь ты себя, Васька. Ты пьянкой. Он профессию потерял. Семьи нет. Смотри на себя, красный. Ты вон и вправду красен стал. Да только морды. Ты че… Сука, иди сюда. Ты че… Сука, звон тебя послал. Ты че… Сука, звон тебя послал, сука! Сука! Ну, встань! Той, суки, да, встань! Ты ж ты! Не путь, путь! Дурак ты, Васька. Тома! 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 Сколько упал, гражданин начальник? Что ж ты так неосторожна? Ночью спать надо, а не вертеться. Спать. Сил набираться. Они тебе на лесоповале очень понадобятся. Как и жене твоей дочурке. А, кстати, инвалиды того, который с тобой вместе с койки падал. Пух. Толку от него ноль, одни неприятности. Так что ты хорошо подумай, а то от тебя тоже. Толку нет. Баб своих пожалей. Том! Том! Том, 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 подожди! Том! Том! Ну, вернись! Да пошел ты! Не могу я, Вась. Мне на вокзал пора. Ну, давай я тебя хотя бы на вокзал довезу. Пожалуйста. Пошли. Я уже думал, нужно подарить что-то, что не вызовет. Собрание сочинений Ленина, например. На вторую дюжину собраний заходим, а? Я коня отлично увидел. Лошадь — странный подарок. А может, Саженцев? Он ведь сажать-то любит. А картина, нет? Ну, Анастас, ты еще памятник закажи. Да. Надо думать. Слушайте, а давайте-ка мы пройдемся. Подышим. Ну, засиделись в четырех стенах-то, а? Хорошо, мы договоримся. Ага. Я думал мне, Никитушка-то, друг, не разлей вода. А мы все друзья, не разлей вода. Но иногда просто надо давать отдых друг другу. Правильно? Ну, что, Лазарь Моисеевич, куда она думала идти-то? Я лично собираюсь в Грузию вернуться. Буду вино делать. Нино всегда хотела у деда на виноградниках жить. Ну, а ты можешь к себе в метро спуститься. Как минимум, машинист там будешь, а там соратников не забудешь. Да не бледнете так. Шучу я, ей-богу, шучу. Ну, до встречи у хозяина. Не нравится мне это. Что? Да когда я в понедельник у хозяина был, мы с ним гуляли. А он одышливый стал. Ну, я решил подыграть. Тоже стал громко дышать. Ну, потом я говорю, вот, мол, мы стареем. Да как он скинется, это говорит. Вы стареете. Вы, говорит, старой калошей, я вас на помойку скоро всех выброшу. Так что надо нам как-то вместе держаться. У нас случай есть. Вон, Лаврентий-то уже что-то затевает. Молотова надвернуть. Его надо поближе к нам подтянуть. И Жукова. Зачем? Как ты не поймешь? Ты же сын такого человека. Да лучше б он дворником был или сапожником. Я бы тогда хоть счастлив был. Ты дурак? Совсем с ума сошел? А чего? Жизни у меня нет, не было, не будет. Ты сам хоть это понимаешь? У нас с ним даже смерть общая. Он идет, я уйду. Нет, Васька. Нет. Да ладно, Тома. Ты прав, он. Ого! О! Слушай, а давай-ка знаешь чего? Ты поешь ко мне. Завтра вечером я тебя на самолет, в Сибири от нас с тобой точно никуда не денется. Да. Ну что там, все собрались? Собираются, товарищ Сталин. Тебе это ничего не напоминает? Похороны. Господь с вами, товарищ. Когда-то в начале войны я сказал Власику, что Бог умер. Я тогда ошибался. Как он, кстати? Кто? 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 Что? Кто? 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 Кала-ка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лицом к стене? Давай так. Как хочешь. Молишься, что ли? Чело какое? Чего? Чело? Ну, 21 декабря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готовься! Отставить! На этот раз прощения тебе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт! Не вздумай, вздохнуть тут. Ко мне. В пазырят тащим. Мы с вами прошли трудный путь. Долгий путь вместе. И, как мне кажется, успели изрядно надоест друг другу. Или мне только так кажется? Ну, что вы, товарищ Сталин, мы все... А я имел и ту, и то, что я вам натоял. Совсем наоборот. Ну, оставим, шутки, в сторону. Впереди у нас с вами очередной год жизни. И он будет непростым для всех нас. Ну! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставьте здесь, ребята. Дальше я сам. Встать сами можете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй инфаркт, Николай Сидорович. Все это очень опасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрю я на них. Белки, говорящие, но иной раз у этих белочек перестают вот такие вот клыки. Помню, такой же день исполнилось мне лет, меньше, чем сейчас. Так вот я предложил оставить ГКО для управления страной в мирное время. И что, сделали вы мне подарочек? Сначала согласились, а потом на пленуме… Товарищ Сталин, тогда никто из спортивного руководства не был готов. Что за напасть такая? Как только решу ослабить партийный город, вы все в штыки. Товарищ Сталин, я всегда стоял на ваших позициях. Не, не лги… Лаврентий… Забыл… Я все про всех знаю… Все… Я сейчас смотрю сейчас… Что? Ну… Попали… 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 Тихо, тихо, тихо… Вот… Отец, прости, что опоздал. Надо было с подарком заехать. Ты не смотри, что неказисто так. Зато будет, чем на старости заняться. Будешь лобзиком… Я говорил тебе, чтобы ты не появлялся здесь в таком виде. Пап, ты что? Ты думаешь, что я… Говорил? Пап, ну, что с кем и бывает? Ну, Томик ко мне заезжал… Я знаю, это я просил. Его к тебе, дураку заехать, поговорить с тобой. Как с братом. Пить на сря. Артем, время терял. Пошел бы он. Аня, Никита, небось, уже в присядку пошел, да? Пап, ну, пожалуйста. Ну, они там уже все хорошие. Ну, может быть, не заметят… За что ты так? Зачем? Прости. Бог простит. Иди. Клоун. Отвези этого охламуна домой и проследи, чтобы с ним ничего не произошло. Есть. Папа, вот и я. Твоя хозяйка. Светланька. Светланька. Это тебе. Иди в дом. Пап, не огорчайся. Кто? Иосиф Виссарионович. Ты тоже иди. Здрасьте. Здрасьте. А ты что, выпирься? Иди в дом. Ну, этих я. Сами идем, а? А детей своих? Как? Шагом марш! Звучит! Говоря, уральcenter Ба! Да говорю. Куда? Стой! Стой, стой! Проходи. Здравствуйте. Нажданий начальник. Судный поселенец Власик прибыл. Садись. От Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета министров Союза СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Ко всем членам партии. Ко всем трудящимся Советского Союза. Мам, чего так долго? Надюш, ну я ждала, пока медсестра придет. Микстуру-то я забыла купить тебе. Сейчас пойду схожу. Микстуру. До встречи. Ну, чего, девчонки? Заскучились без папкина. Все здесь. В Польше никуда не уйду. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Алло? Пап, там тебя. Да. Да, Власик. Есть хочется. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Николай Сидорович! Дубинин! Дубинин! Да. Да это… Пройдёмся. Давай, Дубинин, родной, вспоминай всё, что можешь вспомнить про те дни. Ну, значит так, Светкин день рождения в тот год почти не праздновали, но двадцать восьмого февраля хозяин с соратниками почти до утра сидели, то он их проводил, да, и Лозгачёва, мол, не будите меня, спать буду долго. И вы идите спать. Твою вы. И что, охрана спать пошла? Послушали, Коль. Расстрелять кедрине Феня за такое прослушание. Слушай, Дубинин, а давай в тихое раз с тобой пройдёмся, я хочу своими глазами увидеть, там ногами походить. А идём. Начальцев до утра не дождёшься, дежурные взяли моду спать по ночам. Хм, то верно. Охранять-то некого. А то утром смотрят на датчики движения, тихо. Ну, значит, спит хозяин. Так день прошёл, а сам не вышел, все в волнении. Да только кто же рискнёт к нему зайти, тебя Николая нет, а кроме тебя-то без разрешения к нему и войти-то некому. А Валя где была, Иснумина? Валя. Валю отозвали с дачи в тот день. Понятно. Ну вот. А вечером, вечером что, почту привезли? Тут Лозгачёв, конечно, воспользовался твоим правом. Мол, почту без приглашения нести. Ну и, в общем, зашёл, а хозяин вот тут на полу лежит. Да что же вы здесь все охренели, что ли? Вот же, а. Да в эту дверь, придрыхнущая охране, кто хочет, мог войти и вколоть ему пару кубиков, зараза какую, и так же ей смотаться, пока эти дармоеды харят свои в подушке мочили. Хлера. Да что тут говорить, Коль? Что тут говорить? Лозгачёв коменданту, мол, там товарищ Сталин на полу лежит и хрипит. Комендант министру госбезопасности, мол, так и так. Товарищ Игнатьев тут испугался, велел Берии звонить. А Берия… Берия… Берия не велел врача звать. А что сам эту псину не расстрелял? Они приехали… Смотрели… Берия говорит, чего вы паникуете, товарищ Сталин спит. Спит, как же. Он… он почти сутки лежал без врача. Его потом туда перенесли. Васька и орал-бегал, вы его убили. Так кто ж его пьяного слушать-то станет? Ну, так все и было, товарищ Николай Сидорович. Что здесь происходит? А… так это… вот… Родственник ко мне из деревни приехал. Вожу, показываю. Не знал я, товарищ сторож, что бывший начальник охраны Сталина с вами в родстве состоит. Пройдемте. Пост номер один. Как на территорию режимного объекта попали посторонние? ПОСТАНИЕ Значит так, товарищ Васик, чтобы я вас больше здесь не видел, ни жизнь, ни смерть, ни рана больше никого не интересует. Тирана, говоришь, а кто ж тогда три миллиона доносов написал друг на друга? Именно на съезде такие решения надо оглашать. Это политика. Политика. А чё тут непонятного? Все газеты мира подхватят. И нам хорошо. Вынесли дело тирана. Освободили народ от тирании. Вот. Николай. Ну, здравствуй, Коля. Здравствуй. Присядем. Я тебе звонил несколько раз. Тебе жена не передавала? Не забыл, наверное. Я… Я много что про себя наговорил, Коль. А что ты смотришь на меня? Что ты смотришь? Под пытками чего только не скажешь, ни мне тебе рассказывать. Прости. Прости. Прости меня. Бог просит. Я ж… Витку встречал. Да. В Азбесте, когда на зоне работал. Замуж вышла, счастливая. Ну, привет передавала. Да. Так вот, она никого из нас не сдала. Ну, прощай, Володь. Будь здоров. Товарищ майор. Гражданин. Николай Сидорович, это вы? Ну, вы же сами служили. Правила знаете. Нельзя туда. Не положено. Мы его выносят. Володь. Здравствуй, Николай Бачкович. Да. Вот опять на Божий храм собираю. Прощай. Да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ